Продолжение следует... 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 Это требует объяснения. И второе место, где напоминаем, это наши воспорядки дня – это «Браха Гаварабу». «Браха Гаварабу» «Браха Гаварабу» «Мамм и Гаварабу» «Я не тянулась на языке». «Браха Гавараба» БМЭД приблизил нас к своему великому имени, это близость, это керамеры, это место, чтобы нас приблизили к себе на горизонте. Это два места. Я хочу немножко рассказать, коснуться этого завтра об этом много пишет Рамбам, есть такая, я не знаю точно, есть два послания, одна называется Герет-Тайман, называется еще также Герет-Шмат, это одно послание на самом деле. То есть это было послание в Тайман, в Йемен, как бы насильно обращали евреям в мусульманство, очень известное послание Рамбам, сейчас она пишет о том, что надо воспитывать своих детей, надо помнить это, получение Тора на Герет-Шена, постоянно это, это снова всего. Конечно, это буквально сказано в этом самом месте, говорится так, я повторю просто то, что вы сейчас прочли, не забыли, не брали в свое сердце и победили нашим детям. Что победили? День, когда мы стояли перед Всевышним Герет-Шеном. Знание Тора на Герет-Шена – это основа всей нашей традиции. Это основа всей. На этом основано все. Я четко остался из некоторых аспектов, аспектов, как это память. Как нам побудить в себе эту память, мы все там были. и как нам ее нести дальше от Швойс, будешь ли они. Будешь ли они. И тут есть… и сейчас я хочу просто не забыть, а потом коснуться второй части. Есть вот одна часть касается нас самих. Нашим детям, нашим прадедам и так далее. Внукам не прадедам. Детям и внукам. И мы уже сейчас и упомянули, что мы говорим, с одной стороны, ажер-бахар-бабану, мекон, а имia «фрахносалон-таратоп», wehrшен-шер-евни. А им говорим, «Брухата, ажер-блайсалон-таратоп». Ты не даю еще то. И я коснусь есть еще один вопрос, который меня занимал немало лет, немало лет пока в году всему лет не падало, они не найти на него то объяснение, которое его хорошо ложило в моем сердце. Я просто немножко поставлю. Есть у нас такое интересное место, в Масахат Макот. Там описывается, что как бы в начале, в общем-то, евреи полноценно, стопроцентно, трудились исполнить совершенствия все шатранцы от людей. Потом скажут, что как бы их, не дай бог дятку сказать даже, как бы их уменьшили. Тринадцать, одиннадцать, восемь, семь. Одна. В итоге, говорится, сказал Хабакук. Хабакук имидам алихат. Все осталось на одну основу. Царлик бомрос их. Правильник вера в свою будущее. В помощи хорошо от Рабитской Зидбера покойного, швеликого учителя. Говорит, когда что тут, тут пишется реформа. Не дай бог реформа. Что-то вместе в этом. Не дай бог. Дай бог ещё немножко объясню. В двух словах. Давайте представим себе. Ну, допустим, типичную картину для нашего поколения это будет очень сложный пазл, допустим, 10-12 тысяч кусочков, похожих по цвету, по форме, надо медицинской составить, очень тяжелая работа, очень тяжелая работа. Я бездельник, я вот, я еще не знаю, время, куда делать у нас некоторые идеи, то есть, что-то как пазл, есть какой-то кусочек, он сам по себе, в вашей ценности, может быть, и такой не имеет, если вы ставите общую картину, картина вообще хорошая, очень хорошая картина. Ваша работа это сделается? Давайте просто я беру пример, что можно понять какую-то другую, очень важную идею, но я вернусь постепенно. Значит, у нас есть, мы еще не забыли, недавно мы прошли через Лель-Седр, Расханную ночь. Седр – это порядок, здесь порядок, порядок еще странный. Если мы немножко подумайте, что такое пасхальный порядок, видим там, как связаны друг с другом много-много разных мест. Вот, давайте представим, что пасхальный седр, так он был по закону Тора, который еще раз был, карабанная пасхальная жертва у нас еще была. У нас в ночь исполнялась несколько заповедей. Пасхальная жертва, есть ее, есть в отцу. Вместе надо сделать с горкой зеленью, рассказывать про выход из Египта. Потом начинал месяц сделать скидуш, и в местах, есть меркать Амазон. И все это вместе соблюдается с седр. Все вместе. То есть много разных мест. Есть заповедь мудрецов, выпить четыре бокала, пить вино, возлежать на левом стене, возлежать. Это все как бы отдельные кусочки пазля. Но в целом это называется седр. Это вместе собираются в единую картину. В единую картину. Безусловно, даже как в пазле сидит, может быть, какой-то большой кусочек. Он тоже имеет смысл сам по себе. Потому что она красивая, если на этом кусочке есть. То есть также тут есть отдельный кусочек. Каждый имеет вещи со своим самым по себе. Чем даже в седр. Он поел мацу. Он больше ничего не исполнил. Он уже исполнил душа. Безусловно. Тоже самое, он сказал сыну. Выход из Египта. У него нет ни вина, ни мацы. Ничего. Тоже не исполнил. Забыть торм. Ну что это делать? Но, конечно, надо немножко вдуматься. То эти вещи все связаны друг с другом. И эта связь, это не просто связь. Это, это все другое качество, когда это находится все вместе. Что это качество? И давайте просто вычтю поймем. Немножко странно рассказывали, но тут иначе нельзя делать сокращение пути это не то. Есть известный еще Медраж, кто объясняет, почему Всевышний нам не открыл, не открыл, что ли, вознаграждение за заповедь. Это что-то интересная притча. Как царь велел самосудовнику сделать красивый сад. Это тут, это там. Столько того, столько этого. Четко думали. Пожалуйста. Потом, каждому, скажем, по посадку, дал, ну, выплату. Вызыв, чтобы были вещи, которые стоили недорогие. Были отдельные посадки, которые стоили, выплачены были огромными деньгами. Садовник, царя. Почему не сказал? Я бы, если я знал эти цены, я бы много-много дорогого посадил бы. Почему бы имели нет такого сначала? Ну, я бы сказал так, на нашем языке, но сам бы потерял бы гармонию. Почему не то? Почему бы не то? Да. Цело стоит тут в гармонии. Короче говоря, когда мы исполняем Тору в гармонии, когда каждая часть ее находится в связи, подобающейся со всеми остальными. Она не каждая часть имеет силу сама по себе, но в целом это есть цельная картина. Цельная картина. Каждая митцва, она имеет свое место и так далее, она имеет силу сама по себе. Она находится в гармонии со всеми остальными частями. Энандерзах – это все другая вещь. Другая картина совершенно. Это известно от имени книги Зора, Ябробинова, его переводится, Шарик Душа, Рахабида. Ему приводится, что Торяк, в целях на западе соответствует членам человеческого тела и жилам. То есть Рамах отклицается в заповеди положительное, отклицается членом членов человеческого тела и Шасах жил, кстати, при этом. Короче говоря, давайте просто эту вещь немножко почувствуем эту вещь, это очень важно. Когда мы говорим о цельном исполнении Торы, цельном исполнении Торы, все равно в своем месте, все связано так же, как положено. Мы видим цельного человека. Это тот великий, целыми руки, как говорится Торы, человек строит, строит, когда он действительно живет, полноценно построит. Зная каждую заповедь, как ее связать с другими, что мощнее, что менее важно, что отдвигает другого, что нет, отдвигает другого. Как рассказать об месте, все, общую картину связать. Теперь после этого происходит один маленький вопрос. Это легко сделать. Легко сделать. Даже там, где нам уже цель в порядок, сделали. Торы. Просто не нужно следить. Не так просто. Скажем так, легко молиться, что ходили до начала до конца, вес не перескакивает. Даже этого делать не умеем по настоящему. Торы. Вроде бы что, сделан как с местной вседурью. Даже этот, это мелочь вроде бы сказать. Очень просто сделать. И это та великая картина, как человек вспоминает Тору целиком, со всеми деталями по Аллахе. Когда нужно, он делает более строго. Когда не нужно, он делает менее строго. Так как в этом городе Творца. Есть ситуация, когда надо облегчить, он облегчает. Надо услышать, он сражает. Это тут не глобальная политика. Все строго и все наоборот. Каждое свое действие. Помню, как очень хорошо слова Равпимуса как-то сказал. Исполнять то, это было тяжело даже для Раши. Но не только для нас, но и для нас. Это объяснение в двух словах этой пары. Мы сэхать, вакот, что, конечно, мы должны всегда победить. Но взять на себя время, стопроцентно соблюдать всего вместе, в полноценной гармонии. Это не всем посыл. Надо знать полностью всю дорогу. Знать каждое место, когда она должна быть, так сказать. Весь, как эта вещь проявляется, так сказать, в жизни, в каждой жизни там. Но это, потом это подобает Вилинскому вагону, и, так сказать, жизнеподобное, так сказать, с Харьем. Там где-то она находится. Но при этом, при всем при этом, на свыше не освободил ни одной замки. Как же, так сказать, дать нам хоть какой-то путь? Путь. Ну, давайте просто придумать, так сказать, некрасивый пример. И здесь человек в гармонии, он здоров, полон энергии. А что сказать, человек в мире не в гармонии? Руки отдельно, ноги отдельно, голова отдельно. Что сказать, без связи. Называется куча костей. Не костей, но, так сказать, надо просто понять, так сказать, эту вещь. Мы хотим жить в Торе в гармонии. Это, по-разному, это картина «Человек-худратор». Это не так просто, так и когда. И эта тема, это вот Сугиев, Сект Макот. Какие нам дали мудрецы правила, на каких основах строить нашу жизнь по Торе, чтобы быть, не потерять эту гармонию. И, можно сказать, ее конечное, что касается последних поколений, чтобы на нас основа всего этого была. Царик, Буманусы, Буманусы. Основность всего – жить с верой. Вера своей, буквально по-русски, праведник верой своей будет жить. Это вера, она даст ему благоприятность. Это вера, она даст ему обязанность изучать Тору и законы. И стараться всеми силами ее исполнить. Но основа всего – это царик, Буманусы, их. Это в двух словах я объясню просто на пальцах. Стержень Сугиев этой темы в Масагат Макот. Мне два из подробностей. Так я это понимаю. Сейчас я перейду к вопросу, который мне мучил несколько лет. После ее, естественно, во всей Тору – это вера. Это вера. Опять же, не вера, освобождающая исполнение заповедей, ни в коем случае. То как-то мы находим в нашем мудрецовом другие слова. И более того, в Минной Георгии, наш еврейский обычай – это Тор. Мы видим, что удаление в воспитании детей, допустим, на их живот, оно не ставится именно на занятия понятиями веры. То есть мы, когда мы живем, после «Беркада Тора» слова «Толмуд Тойраканегет Куру». Строим мы сегодня нашу жизнь на изучении Торы. «Бланиэль» сказал «Хабакук». Все наши достоинства и достоинства нашей традиции, я полагаю, что сто процентов. «Бланиэль» сказал «Хабакук». Он сказал «Царли Богу, у нас и их». «Бланиграсы были жить». Этот вопрос меня мучил несколько лет. Пока я нашел себя в весне. В весне я нашел не от себя тяну. Я это понял, так сказать, изучая ему какие-то книги «Кетвера Мхан», «Маши Хабалсата». Я объясню это, даже не помню его слов, но как я это понимаю. Когда мы говорим о получении Торы на горе Сина, тут была целостность с одной стороны получения Торы, с другой стороны прямого контакта с ее источником. Когда все источник открылся и сказал, «Анухи Ашмала Элуке Хашаса с Хаверем Исраем», то это слова Торы. Эти слова Торы вошли в наше «Я». Но эти слова не просто как слова. У нас был прямой контакт с источником Торы. То есть то, что говорит книга «Зоа», очень известные слова, «Кутше Брику», «Во райсу и соль хад», «Во всевышние Торы и соль едины», это единство, можно сказать, совершенное. И в этом отношении есть такое понятие, понятие, как, «Солова Толмуда». И слова Торы были веселящими, радующими, как будто так же, как и были Долины Грецина. Приводится, так сказать, еще, в море посадка гигантам, что когда мы занимались Торой, было видно, что огонь спускается с небес. У нас есть, совершенно, так сказать, удивительное свидетельство, Хевицхайм. Хевицхайм получил, когда был еще юношей, он получил Тору. Был такой большой очень человек, жил в городе Гродно. А в нахумке на Гродно, так его называем. Ну, вроде бы, человек очень простой, служка в синагоге, все бы сдался, он собирался докора, сдавал его. Даже на фотографиях видится его, тоже осталась фотография из тех времен, видно, что был, что сказать, человек с глазами из этого мира. Я понял, насколько этот человек был. Когда он умер, то его Тору, когда он собирал пожертвования, продали за две тысячи рублей в тех временах. Как и что-то, особенно святое. Хевицхайм, будучи молодым, очень молодым, это юноша. Он занимался тем, что мы здесь живем, что мы здесь живем, что мы живем, чтобы учиться мудрецам. И он был дружим, что в нахумке, в нахумке, в многородном, он уединяется в синагоге каждую ночью. Каждую ночью. Он был служкой синагоги. Синагоги запирались внутри. И там что-то делал. Никого не было, никто не присутствовал. А он решил, проверить, что там делают. Что делают молодых и молодых, искали. Заранее тачатся в синагоги. Вот какие-то скамейки, где-то в этом искать не будут. И ждет. Ждет. И приходит при этом время. Увидишь, что, так сказать, его учитель таскивает из-под, из цопки книг, какую-то книгу. Наверное, была книга, книга каббатистическая. И начинает из-за него учиться их. Вдруг вид Хавицхаев вокруг огонь. И начинает кричать. Пожар! 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 Не понял, что на самом деле огонь, это не материально. И эту историю рассказали. Великий учитель. Рам Борух Бер. Радович Ворочевод Каменец. Товарищ Ворочевод Каменец. Он был поражен. Великий, Хавицхаев, и Даршков, и Дмитрий Ворочевод Каменец, чтобы такое вещь еще увидеть. Знаете, такая поговорка, «Болей Мусор». Я позвольте немножко с ними спорить, но это, что если бы этот поганый Дарвин увидел бы «Болей Муса», Рамисоса Рантера, он, можно сказать, его не могу пройти в голову. Эта идея, что пришла от обезьяны. Я с ним спорю. Ничего бы не изменилось. Он просто не увидел Борей Мусор Сарантера. Просто бы его не увидел. Глаза увидите. А глаза земные – это… Тор. Так, к чему это говорю? Есть сила Тора, есть святость Тора, есть огонь, огонь, свет, который есть Тора. Эта святость, этот огонь, это точно нас связывает с источником Тора. То есть, когда мы занимаемся Торой, то это то, что нас связывает с получением Тора. Поэтому, по большому счету, там, где есть настоящие учения Торы, там, естественно, есть вера и богоблазия, и все прочее. И это для меня очень простое объяснение, почему, действительно, хотя бы с одной стороны сказал Хавокук, царик бы умер с их, царик бы свою веру будет выжить, а друг с того, что мы говорим Тору, только не гадкуля. Это не противоречит нам Богу. Как мы можем... У нас основано, что вера, это действительно на Мадгар Синай. Как мы можем жить с этим, жить с этим постоянно, когда мы живем с Торой. Как у нас есть тот самый... В чем был смысл? Очень трудно говорить Синай. Это была прямая связь с Творцом. Это связь, мы можем взаимодействовать, если учим Тору по-настоящему, по-настоящему. И давайте сейчас... Ну, люди могут сказать, ну, куда нам... Это все про... Хорошо сказано. Про Хабетсхаима, про Нахов Кирограду и так далее. Но есть на каждом уровне... Понимаете, я просто... Одно свое ощущение моих былых дней, когда я хорошо учился. Я не знал, кто в Израиле глава правительства. глава правительства. Просто меня не интересовало в этом. Какое-то безвещение. И было такое состояние... Ну, тогда, ясность постижения, что... Тор есть на Всевышний истинный. Есть какие-то вопросы. Какое-то безвещение тема. Мы живем с Торой Всевышним. Нет, они... Не то. Вопросы всякие. И это... В общем, так сказать, важная вещь понять, что мы действительно хотим нести с собой... Маамад Гар Синай. Это не просто читать эти слова, которые мы прочли, помнить, помнить. Мы читать его несколько разными, где они входит. И говорите, брахот. Это... Жить это. Жить это. И в этом смысле, когда тут говорится в брахе, браха таше, что у него лежит, что у него внушила саму, что он берет на то, что он берет на толю. Он грамит, ничего с собой нестинный. С Синайнский Митков. В этом месте. Брахае, он приходится вместе. Бо Грина, Брухата, Ажем, локерное улегов о богине, что он обреколам, который мы участвуем. Он сказал, это Синайнский Митков. Блюхата, грина. у нас есть связь постоянно через то, что мы ежедневно занимаемся с того, что мы получаем этого запада. Это мое рассказочное. Простое объяснение. Короче говоря, мы сейчас вернемся. Мы говорим сейчас о том, как нести в себе, если мы делаем у них себя, Мамад Гарсина и Швордадж. Есть еще одна очень важная вещь. Вещь очень принципиальная. Я не раз говорил об этом. И она имеет два аспекта. Ну, скажем так, есть люди, которые… Например, например, есть металлы, которые легко нагреваются и легко теряют тепло. Например, серебро. Серебряная ложечка – это просто опасная дорога. Пить чай с этими ложечками. Есть вещи более-менее… более теплоемкие. Есть люди, которые когда сталкиваются с Торой. Люди со стороны. Под евреями или еще с ними. Они могут… скажем несколько слов «Торы» и просыпаются. Сейчас бежим все соблюдать, исполнять. Кто-то поснется, все заботит. Если наоборот. Ну, только есть еврейская жерстаковыенность. Когда что-то войдет, трудно войдет. Но если же во что-то, то вошло уже напрочь. Есть вот одна очень принципиальная вещь. Она касается лично многих из нас. Может, у всех реально. Как сделать наше постижение… Мать Синий, если у человека… Его большие достойные дни, когда он много постигает, много чувствует. И вера в нем живет. И Боговец в нем живет. И Тора хорошо идет. Как это сделать, чтобы она стала таким стержнем жизни, которое вообще не дьявно сдвинуть. Даже когда не так хорошо идет. И ощущения не такие ясные. Как это ставить? Ну… Вот что… Счастью его я. Неотделимый. Неотделимый. Это первое. Второй вопрос. Часто еще более тяжелый. Мой человек должен видеть свою жизнь, так сказать, в исторической перспективе. Что еще очень смеется сбыта. Есть великая цепочка. Цепочка, как от поколения Синайского откровения Тора передавалась до начала нашей ГРК. Башакимир Трама Синами, Савана Яшуа. Есть цепочка передачи Торы от учителя к ученику, от папы и мамы своим детям. И это… Это великая цепочка, от которой был создан весь мир, от которой вообще на нас все еще было… нас избрал. Чтобы то было передано и открылось в мире. То, что мы тоже… Когда шма… Две большие буквы. Айн и далит. Айн шма и далит хад. Как все еще говорили, что… Ты мы дай, вы мы свидетели. Мы избрали быть свидетели и творцами. Кстати, у нас лично, наших детей, наших внуков. У нас есть важнейшая проблема. Важнейшая проблема. Что наше… Постижение Торы. То, что мы удостоились, мы это сумели передать своим детям. И детям, и внукам, и правнукам. И если мы сейчас открыли это место, где говорится о памяти Сенатского откровения, то говорится о передаче его дальше. А счастье на завтраке не просто женицам самому, а пытаться дальше. И эта вещь очень принципиальная. Очень принципиальная. Потому что, понимаете, что я уже не раз говорил об этом в разных аудиториях. Надо нам хорошо подумать, что наш возврат к Торе не был, не дай Бог, мимолетним эпизодом. И, в общем, тут есть два аспекта. Эпизодом личной своей жизни. Или даже, если в личной жизни он пустил корни. Но для его следующего поколения, ну, дедушка был не религиозным, папа сошел с ума, а мы будем как дедушка. И, понимаете, есть вещь очень принципиальная. Нам надо самим укорениться в наших источниках. Естественно укорениться, но вещь естественно. Понимаете, действительно естественно. Просто правильно будет корня. И чтобы эти корни мы сумели передать нашим детям. Нашим детям. И тут, безусловно, по большому счету, чем больше и лучше укореняем самих себя, когда эти корни, как мы себя укоренили правильно, хорошо, они открываются нашим детям. Это причина, чтобы и они укоренились. Я приведу просто в один маленький аспект, который мы уже говорили, мне кажется, просто он важный. Ну, мы говорили, например, о прошлом уроке. Суть, вообще-то говоря, что мы приняли на себя тоже, не зная что. Мы приняли на себя, по-другому, целостность, послушание. Это целостность принятия себя воли Творца. Это основа еврейства. Мы хотим то, что мы еще хотим. Мы не хотим чего-то другого. Как это, может, это дальше? Это была бы вещь. Знаете, эта вещь – это основа всего. И вот тут-то есть маленькая, очень важная деталь. Дети видят у своих родителей, как они подчиняют себя. Творец. Как еще не подчиняют себя. Слава за лицом. Как это естественно. Естественно. Это они воспринимают. Понимаете? Давайте, Бородич, хорошо поймем. Мы ведь говорили не раз. А понятие «щивуштом дыха хаме». Что это означает? Что ученик учится у жизни своего учителя. У жизни. Не от словам, а у жизни. Есть одна маленькая проблема. Потому что дети учатся от нас в нашей жизни через то, как мы встали от дыха хаме. Понимаете, проблема. Так вот. Ну, конечно. Тут неправильно услышать. Это причина, что мы встали от дыха хаме. Просто, что в нас видят наши дети. Люди были учителями. Говорили, 30 лет назад. Нам надо подумать, чтобы наши внуки было в нас, на что смотреть. Так просто. Но есть тут некоторые минимумы. Я понимаю. И каждый становится нашим рабином, большим кумтором, нашим праведником. Чтобы дети, действительно, и внуки видеть, так сказать. Понимаете, что когда ушел из жизни, а родился Финкель, то и детям, и так далее, и внукам есть что рассказать про свои деды, то, что они видели и так далее. Я сейчас не буду говорить о великих людях. Мне просто называется о простом евреи. О простом евреи. Чтобы было каждому из нас. И не так просто быть простым евреи, между прочим. Не так просто. Очень заумные, закрученные. У нас в этом сказано, как бы, Бог в барах тогда мешал, создал всего человека прямым. Они пустили себя в многие счеты, начали строить. Это не так просто быть простым евреи. Ну, можно. Когда ребенок видит с детства, как ценно, в смысле веры и послушания, и приняли в себя, то ли живут его родители, это в него входит. Это входит. Это входит. Это его. В этой сфере каждый еврей должен быть, как Талмид Хахам. В этой сфере. Тут нет выбора. Иначе мы не можем передать им этим. Если ребенок у нас не видит простушения, откуда этому научится. Вы просто представьте. История, в принципе, правильно. Сказано в Талмуде, он сказал, что этот проход годовщий улучшает термо-лимуда. Более важно, так сказать, учиться от жизни модельцов, чем учиться их словам. Что ребенок видит? Как-то у него была такая сцена. Когда молодая пара, у него был ребенок. Какого-то уже воспитывали. Он сделал не то. Начали кричать. Какие-то очень правильные слова. Но не очень, так сказать, правильно кричать. Кричать, очень правильные слова. Но он сказал, что он еще так. Что ребенок видит? Видит, что папа и мама сердятся. Что он слышит? Какие-то слова. То есть, то, что видит, это ему что на их рахаме. Он улучшит от жизни. То, что он слова слышит, это то. Это ощущение то, что больше, что важнее. То есть, у человека отсутствует свою жизнь. Так что он усваивает от папы и мамы, что можно кричать и сердиться. Точно говорят это. Понимаете, нам надо, мы хотим передать синайское откровение нашим детям и внукам. Мы можем не нести им на особо ни шма в нашей повседневной жизни. Если мы этого не делаем, то мы этого не передаем им. Для этого чего-то не хочется. Все хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.